Повестка сегодняшней встречи разделена на два направления. Первое – это традиционное подведение итогов окончания летних каникул. Здесь были подведены итоги акции «Школьник», в рамках которой было куплено и вручено 320 канцелярских наборов, чтобы нуждающиеся могли приступить к образовательному процессу. Также благодаря Александру Черенкову, члену попечительского совета, и директору Полевского технического сервиса Сергею Безукладникову была собрана благотворительная помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. Однако не все дети начали обучение. Причин много. Самое основное – это невыполнение родителями своих обязательств. На территории Полевского городского округа таких детей семь. Поговорили и о том, как удалось организовать трудоустройство детей на работу в летние каникулы. На территории Полевского городского округа мы должны были трудоустроить 333 ребенка. В результате у нас получилась такая ситуация. Трудоустроено у нас 227 подростков. Но мы ведь 100 отдали красно. Да, да. Когда мы начали понимать то, что мы не вытянем эту цифру, соответственно, мы поработали с центрами занятости Свердловской области, и 100 детей, ну как цифру, скажем так, 100 детей вместе с деньгами, без денег, соответственно, никто не берет этот показатель. Мы отдали на другую территорию, где, значит, работодатели как-то, ну, создавали рабочие места. Второе направление повестки заседания было посвящено проблеме алкоголизма и наркомании, которая существует на территории Полевского городского округа. Сотрудники полиции констатируют, что эта проблема усугубляется. Количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, по сравнению с предыдущим годом, выросло на 5,8%. Растет и количество преступлений, совершенных в отношении лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. К связи с этим сегодня рассуждают о том, нужны ли вытрезвители в Полевском, которые в 2010 году были выведены из структуры МВД. Лица, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, если они находятся в общественных местах, если они уже, не дай бог, там упали, с ними что-то случилось, опять-таки, если в отношении них совершаются правонарушения, то сотрудниками ОМВД эти лица доставляются в центральную городскую больницу. А дальше, опять-таки, если человеку уже требуется медицинское вмешательство, если ситуация грозит его жизни и здоровью, то тогда он, конечно, помещается в стационар. Других оснований для помещения в лечебное учреждение у сотрудников центральной городской больницы нет. Поэтому люди, как вы слышали, они просто в этом же помещении санпропускника на кушетке спят, отсыпаются и уходят домой. Полевские врачи также говорят о том, что больше стали доставлять полевчан, находящихся в состоянии опьянения. За 8 месяцев этого года число доставленных лиц в алкогольном опьянении 536, из них 157 органами полиции, 375 машинами скорой помощи. Из 536 человек 60 госпитализировано в отделение, 476 пациентам помощь оказана в приемном отделении. Кроме того, к нам поступают пациенты с наркотическим опьянением. Значит, за 14-й год таких было 37 человек, все доставлены машиной скорой помощи. И всем этим 37 человекам помощь оказана в приемном покое. За 8 месяцев этого года с наркотическим опьянением доставлено 36 человек, 10 человек органами полиции, 26 человек машиной скорой помощи. Никто из них не госпитализирован, всем оказана помощь в приемном покое. Неспокойная ситуация в городе и связанная с наркоманией. По сравнению с предыдущим годом увеличилось на 100% количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения с нуля до семи. Правоохранители отмечают, что все больше несовершеннолетних детей вовлекаются в этот процесс. Игорь Соколов, Сергей Чижов, Новости Полевского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова